здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу рассказать ну такой вот вещь про немножечко bitcoin и про всяких мерзавцев вот почему эти вещи связаны посмотрите когда биткоин только начинался и когда мне рассказывали про биткоин это классная штука и так далее и я говорю чем же она такая классно а смотри ты можешь переводить денежки кому угодно ты получать денежки может кого угодно ты можешь получать прибыль в виде биткоинов и об этом никто не узнает и это так здорово потому что никаких налогов тебе не придется платить вот этой вот значит злополучные налоговой потому что ты чё дурак что ли платишь налоги на московской бирже если ты можешь через bitcoin ложится в криптовалютную бирже точно также торговать и никаких налог вообще не будет ты понял вообще вот и можно в биткоинах получать на скажем те же деньги за твою долбанную биржу для чайников кстати заката на который вы можете подписаться вон там вот и и не платить с этого налоги я сейчас плачу налоги очень очень немало вот и ты можешь торговать на форексе там например да но только через биткоины пожалуйста не будешь платить налоги это потрясающее достоинство криптовалют и в частности биткойна и я всегда говорил слушайте ну во первых налоги это не так много 13 процентов а во вторых ну да конечно но 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 это имеет и обратную сторону потому что если кто-то меня обманет или как-то незаконным способом отберет у меня деньги на биткоин кошелек то я уже ничего никому не докажу и если я куда-то отправил денежки то они мне уж точно не вернуться вот такая проблема и вот подтверждение недавно я получаю письмо от какого-то мерзавца шантаж письмо пришло мне на один из моих адресов и мэйла и от меня же как бы то есть вот я сам себе послал письмо и письмо такого содержания слушай чумак ты а вернее ты видишь что данное письмо пришло тебе без твоего адреса и ты понимаешь что ты меня не найдешь а теперь смотри значит я даю тебе 50 часов на то чтобы перевести деньги на мой биткоин кошелек номер 20 сумму эквивалентную 20 тысячам рублей если ты этого не сделаешь то я опубликую видео где ты там участвуешь но в какой-то порно там сессии там порнографию вот собственно кошелек есть все отсчет пошел давай чувак отсчет пошел вот и я такой я читаю внимательно это письмо и что я хочу выделить какие факторы ну во первых значит смотрите шантаж да то есть это явный шантаж на шантаж у меня всегда однозначный ответ вот всегда я никогда не плачу деньги тем кто меня пытается шантажировать вы мне чем-то угрожаете вперед ребята вперед давайте я вас не боюсь понимаете здесь надо четко понимать меня шантажировали уже не раз вот вперед вперед вот ну там мне угрожали что если ты мне там не дашь денег если ты мне там значит туда-сюда вон отсюда то есть но там на работе там сказать сотрудники какие-то я тебя заложу там налоговой вон отсюда и все вот это первое то есть на шантаж я никогда не поощряю шантаж никогда не заплачу деньги шантажером вот или шантажистом теперь дальше значит второе что характерно биткойн вы понимаете биткойн то есть если я туда заплатил деньги на этот кошелек то все понимаете этих денег нет никаких гарантий у меня нет того что этот человек ну например там сказать не начнет реализовывать свои угрозы или нам через месяц он скажет слушай я что-то передумал и денег мало пришли мне еще 50 тысяч потому что ты хороший чувак ты платишь там давай еще 50 тысяч а потом еще 100 тысяч и так далее я понимаю что это не кончится никогда я пережил 90 я знаю что такое рэкет именно так она всегда и происходило то есть если человек начинает платить то значит ему повышают планку потому что ну что это такой он платит и хорошо справлять значит можно повысить ему норму производительности труда скажем так вот поэтому это второй фактор вот то есть никогда ни в чем не надо вот и опять же я хочу напомнить помните про nva я рассказывал фонд который обул кучу людей и этот фонд как раз занимался управлением денег и пополнять его надо было в биткоинах все ребята фонда nva не существует и доказать там что либо невозможно типичная пирамида вот всего и вот когда вам говорят что есть там способ заработать и так далее вот надо перевести bitcoin туда бегите от этого куда подальше вот и именно поэтому я не доверяю всем этим криптовалютам и биткоином почему потому что пока они вот эти криптовалюты не станут прозрачными пока не появится механизм контроля со стороны государства за движением этих средств это не имеет перспектив друзья мои а вот технологии блокчейн которые используются при всяких криптовалютах они в ближайшее время вот изменят нашу жизнь кардинально кардинально и что самое печальное что никто за это не получит нобелевскую премию потому что неизвестно реальный лицо которое изобрело вот этот самый bitcoin скажем так которая стояла у истоков кто его придумал я не знаю технологии блокчейн но они работают на этих эти технологии используются во всех криптовалютах и они будут используются они будут используются и уже используются многими банками для ведения операции но это все под контролем у банков все под контролем у государства вот такие новости у меня к вам про биткоин и про шантаж вот то есть смотрите если у вас вам предлагают заработать какие-то деньги на какой-то бирже и не вы не заплатите налогов бегите оттуда почему потому что это джунгли в джунглях все живут по законам джунглей и уверены ли вы что у вас хватит сил жить по законам джунглей вот всеми бандитами если вы не готовы играть на их поле по их правилам не надо они вас обманут на этом все спасибо за внимание с вами был демитров юрий до встречи